МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире жалоба правительства Западной Армении в Совет по правам человека. У Баку есть список нескольких сотен армян Арцаха, которых он желает арестовать. Берцовский коридор должен быть открыт полностью и постоянно. Пауэр. Последние новости из Арцаха. Сыны Западной Армении Тигран Аветисян. Жители Арцаха должны иметь возможность беспрепятственно въезжать в регион Мэтью Миллер. Этогеноцид Мэл Гибсон призвал международные структуры защищать арцахцев. 21 сентября 2023 года правительство Республики Западная Армения поддало жалобу в Совет по правам человека. Жалоба устанавливает условия прочного мира в Арцахе и защиту прав коренных армян после новой турецко-азербайджанской агрессии, начавшейся 19 сентября 2023 года. Жалоба напоминает о праве народов на самоупределение, основанном на Уставе Организации Объединенных Наций и Декларации ООН о правах коренных народов. В то время, когда многие коренные народы празднуют большие победы за свои земли, как недавно праздновал народ Сиу и Гуарани, армянский народ, изгнанный из Западной Армении, а уже сегодня из Арцаха, имеет тот же принцип права на землю и ту же цель. Именно этот принцип с 2005 года поддерживался Национальным Советом Западной Армении в рамках Организации Объединенных Наций в июле 2023 года перед межправительственными органами, являющимися экспертным механизмом прав коренных народов, в том числе армянского народа, вновь был утвержден. Находясь на передовой политической, исторической и правовой борьбы, правительство Западной Армении в лице министра иностранных дел Лидии Маркусян повторяет, что армянский народ не откажется от принадлежащих ему прав по Северскому договору, ссылаясь на полное применение международного права, которому 21 сентября 2023 года призвали делегаты высокого уровня, выступившие на заседание Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций. Госпожа Лидия Маркусян напомнила международному сообществу, что в 2021 году парламентом Западной Армении был утвержден закон об Арцахе, где в статье 2 и 3 отмечается, что армянский народ Арцаха является неотъемлемой частью коренного армянского народа Западной Армении и имеет право опросить гражданство Западной Армении, применяя свое право на самопределение. А также Республика Западная Армения признает армянский народ Арцаха. Автономию Арцаха уважают территориальную целостность Западной Армении 1920 года. У Баку есть список нескольких сотен армян Арцаха, которых он желает задержать по обвинениям в разных преступлениях. Об этом сообщает агентство Рютер со ссылкой на высокопоставленного дипломата. При этом администрация президента Баку заявила, что власти Баку начали процесс регистрации армян, проживающих в Арцахе, с целью определения их правового статуса. На первом этапе предусматривается регистрация армянских жителей, проживающих в экономическом районе Арцаха. У телекомпании Западной Армении нет информации о том, кто мог предоставить властям Баку списки армян. Руководитель агентства США по международному развитию Саманта Пауэр подчеркнула необходимость сохранения Бердзорского коридора полностью открытым для передвижения граждан продуктов питания и медикаментов. Пауэр заявила об этом по итогам визита в Армению. Бердзорский коридор должен оставаться полностью и постоянно открытым, чтобы гражданские лица могли свободно перемещаться туда и обратно. Общины могли получать доступ к продовольствию, лекарствам и другим предметам первой необходимости, а гуманитарные организации могли видеть и удовлетворять потребности на месте. Глава подчеркнула обязанность Баку защищать гражданское население, уважать права и основные свободы людей. Глава агентства США по международному развитию Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юрий Ким прибыли в Восточную Армению 25 сентября. Посетив коридор, Пауэр ознакомилась с ситуацией и лично побеседовала с вынужденными переселенцами. Азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Об этом заявил Давид Бабаян. Заявление отмечается. Дорогие друзья соотечественники, все вы знаете, что я включен в черный список Баку. И азербайджанская сторона потребовала мою явку в Баку для соответствующего расследования. Сегодня я решил выехать из Степанакерта в Шуши. Это решение, естественно, причиняет большую боль, беспокойство и стресс в первую очередь моим близким, но я уверен, что они меня поймут. Моя неявка или, что еще хуже, бегство нанесет серьезный вред нашему многострадальному народу и многим людям. И я, как честный человек, трудящийся патриот и христианин, не могу допустить этого. Да благословит Всевышний наш народ, да сократит его страдания и залечит его раны. Останки 21-летнего Тиграна Аветисяна, погибшего 19 сентября в результате широкомасштабных военных действий, переведены в Армению. Захоронение пройдет в военном пантеоне Яроблюш. Тигран родился в семье военного с братом Арнольдом, учился в Степанакирском военно-спортивном училище имени Иваняна. Отец, полковник Арсен Аветисян, занимал различные должности в армии обороны, участник Карабахских войн. В дни 44-дневной войны Арсен Аветисян и сыновья воевали в направлении Джиракана – Мехакована. После того, как Джиракан перешел под контроль врага, 18-летний Тигран успел снять крест в церкви Мехакована и забрать документы в войске части, далее отступил Гадрут, где 9 октября в ходе боя получил ранение, после чего был доставлен в госпиталь. Тигран тяжело переносил потерю Джиракана, Гадрута и остальных территорий. Горел желанием отомстить за смерть Ливона и боевых товарищей. После демобилизации Тигран перешел на контрактную службу в армию обороны. Во время последнего нападения на Арцах Тигран с боевыми товарищами осуществил оборону Арцахского села Ванг, сражаясь на боевых позициях в населенных пунктах Нарештар и Чаректар. Получив ранение, Тигран не оставил боевую позицию, сражаясь до последней пули. Позже военнослужащие армии обороны попытались вывести Тиграна с позиции, но территория уже находилась под контролем Баку. Спустя 4 дня после прекращения огня в результате поисковых работ тело Тиграна с оружием в руках без единственной пули было обнаружено на боевой позиции. Жители Арцаха должны иметь возможность беспрепятственно покинуть регион, а при желании вернуться обратно. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Мэтью Миллер отметил, что США, как и прежде, обеспокоены гуманитарной ситуацией в регионе и призывают обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи в Арцахе. Голливудский режиссер и актер Мел Гибсон призвал международное сообщество принять срочные меры для оказания армянам крайне необходимой помощи. История трагически повторяется. Армянский народ, веками преследуемый за свое вероисповедание, вновь сталкивается с этническими чистками. Данное заявление сделал голливудский актер и режиссер Мел Гибсон, призвав международное сообщество принять срочные меры для оказания армянам крайне необходимой помощи. По словам Гибсона, необходимо приложить срочные дипломатические усилия, чтобы перемещенные лица вернулись в свои дома. Страдающему армянскому народу я говорю, не отчаивайтесь, с вами Бог. Из завершения новостей послушаем песню в исполнении Артура Хаченца «Кянг Укрыв». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА